Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благодарим Тебя за то, что Ты у нас есть. Аллилуйя! Прими всю честь, всю славу, всю хвалу. Аллилуйя! Мы хотим погрузиться в Твою любовь. Мы хотим резертать Твою красоту, насыщаться образом Твоим. И еще раз утвердиться в том, что Ты – главная ценность Вселенной. И нет подобного Тебе. И многие ищут исцеления, помазания, славы, Твоей любви, Твоей благословения. А мы ищем Тебя. Мы ищем Твоего лица. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Ты нужен нам. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что мы нашли источник жизни. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Иисус! Этот хлеб – это Твое тело. Это вино – это Твоя кровь. Ты сказал, ешьте мою плоть и пейте мою кровь, и будете иметь жизнь вечную. И кто не будет есть плоть сына человеческого и пить его крови, тот не будет иметь в себе жизни. Спасибо Тебе за то, что Ты пролил свою кровь. Воспоминания о жертве Твоей на кресте мы творим это хлебоприловление, причастие, вечерю, Твое воспоминание. Спасибо Тебе. Поклоняемся Тебе. Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Открывай сердца, уши, глаза наши духовные, чтобы могли стать сегодня практически Твоим Духом, Душой и телом одним целым с Тобой. Во имя Господа Иисуса Христа молюсь. Аминь. Иисус! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, переписем 3 глава с 8 по 14, 16 и 20 стих. И сразу будем переводить эти стихи Священного Писания на себя. Итак, 242-я страница, Синодальный перевод. Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказалась. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но стою, которая через веру во Христа, праведностью от Бога, поверим, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так, не потому, чтобы я уже достигла или усовершилась, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня, Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшей, а только забываю заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания Божия во Христе Иисусе. Аминь. 16 стих. Впрочем, до чего я достигла, так и должна мыслить, и по тому правилу жить. Аминь. И 20 стих. Моё же жительство, моё же жительство на небесах, откуда я ожидаю и Спасителя Господа моего, Иисуса Христа. Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. То есть наша задача, духовный рост состоит в том, чтобы познать, да, познать своим разумом и своим сердцем, вот, что мы совершенные, что мы праведные, что мы святые, непорочные, неповинные, предолецом Божьим. Это истина, и нам нужно в этой истине с вами возрастать. Аминь. Аминь. Вот в чём достижение, да, почести Вышнего звания Божьего Христа Иисусе, то есть верой мы берём, да, то, что уже совершил Христос на кресте. Аминь. Аминь. Мы совершенные во Христе Иисусе, нужно так мыслить, что мы совершенные во Христе Иисусе, да. И если Вы ещё так не думаете, не мыслите, то это Бог Вам откроет обязательно, что Вы совершенные во Христе Иисусе. Аминь. И написано, впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Раз мы совершенные, значит, так мы и должны мыслить и по тому правилу жить, потому как мы совершенные. Аминь. Аллилуйя. От наших мыслей зависит, да, вот, наше отношение к Богу, отношение к себе, отношение к окружающим и вообще вся наша судьба, наш характер. Аллилуйя. Что значит познать Его, силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразить смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мёртвых. Что это значит? То есть мы должны верить, да, что мы так же нетлинны, как Иисус, потому что Он умер, и мы умерли в Нём. Он был погребён, и мы погребли в Нём. Он страдал, и мы страдали в Нём, да. Вот. И Он воскрес из мёртвых, и мы воскресли из мёртвых. Он был нетлинный, и мы, значит, нетлинные. Вот. Если мы будем так мыслить и так верить, то мы достигнем воскресения мёртвых. Аминь. Имеется в виду в разуме своём, да, и не имея в виду та жизнь, когда ты выйдешь из своего физического тела. Имеется в виду, когда мы живём здесь, во плоти. Вот. Мы должны в своём разуме достигнуть этого нетления. Такого же нетления, как у Христа. Аминь. Слава Господу. Так, дальше идём. И апостол Павел говорил, что он всё почитает четвью ради превосходства познания Христа Иисуса. То есть, что имеется в виду, что он почитал четвью, что он почитал за мусор. Он почитал за мусор все вот эти религиозные обряды, которые он выполнял, будучи фарисеем, да, будучи гонителем церкви. И думал, что он служит тем самым Богу, а на самом деле служил дьяволом. Вот. И поэтому мы от этого всего должны отказаться, да, чтобы приобрести Христа. Аминь. И если кто хочет жить по закону греха и смерти, да, и делами закона оправдаться, да, тот отпал от Христа, отпал от благодати. Вот. И такой человек, он самоправедный. Как известно, что самоправедность – это запачканная одежда, да. И никто своей самоправедностью не спасается. Вот. Поэтому мы облекаемся в праведность Иисуса Христа, и таким образом мы достигаем до Христа. Аминь. Слава Господу. Давайте начнем уже размышлять над Словом Божиим. Сегодня у нас на очереди 1 Тимофея 4.4. Давайте откроем 1 Тимофея 4.4. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Всякое творение Божие написано хорошо, да. Или ты не можешь сказать, что вот голову и руки он сотворил хорошо, вот, а остальные части тела, вот, плохо. Вот. Так не можешь говорить, потому что написано, что всякое творение Божие хорошо. И ничто не предосудительно, да. Или есть такие неблаговидные места в нашем теле, да, вот, которые, которые человек с пренебрежением, да, относится. Но написано, что ничто не предосудительно написано, если принимается с благодарением. Аллилуйя. Всякое творение Божие хорошо. Аллилуйя. И что имеет в виду апостол Павел? Почему наша жизнь зависит, да, от того, что мы с вами вкушаем, какую пищу мы едим? Вот, вот, с самого начала нашего богослужения мы принимали кровь Христа, тело Иисуса, вот. И то, что мы с вами вкушаем, да, это имеет значение для нашего тела и вообще. Здесь написано. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, снимая духом, обольстителем и учением бесовским, через лицемерия уже словесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. То есть здесь написано, да, что есть люди, которые отступят от веры, от веры в Иисуса Христа, от веры в жертву Иисуса Христа. То, что Бог очистил, да, то не почитай, не чистим, написано, да. Вот, когда человек, он живет, да, по закону греха и смерти, он таким образом отступает от веры, вот. Если он хочет делами закона оправдаться, да, то он отпадает от Христа, отпадает от веры в Иисуса Христа. Вот, ему нужно соблюдать тогда весь закон, да, чтобы оправдаться пред Богом, да, чтобы быть чистым, потому что Христос, он как бы в стороне остается. Его жертва не приносит пользы, вот, из такого человека, который живет в своей самоправедности. Аллилуйя, вот, и вся пища, сейчас нам нужно есть все, сейчас нам нужно есть все, потому что Бог очистил. То, что Бог очистил, то не почитай, не чистим, написано, да. И все освящается Словом Божьим и молитвой, написано. Это Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Все очищается Словом Божьим и молитвой. Аллилуйя Господу. Так. Первая Коринфянам, третья глава. Шестнадцатый, семнадцатый стих. Давайте откроем. Разве не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, этот храм вы. Аллилуйя. Мы в самом начале богослужения говорили, да, о том, что мы будем практически говорить о том, что мы являемся мыслить, да, и в разуме своем. И принимать от Бога то, что мы являемся и Духом, и Душой, и телом своим, одним целым с Богом. Вот. Соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом написано. Но в то же самое время наше тело является храмом Святого Духа. То есть Святой Дух находится в нашем теле. Это подтверждает Священное Писание. Он говорит, что храм Божий свят, а этот храм вы. Аллилуйя. И в другом месте Писание написано, разве не знаете, что тела ваши есть храм Святого Духа, и что вы не свои. Аллилуйя. То есть именно говорится о нашем теле, о нашем физическом теле, что наше тело является храмом Святого Духа. И если Бог свят внутри нас живет, да, то и храм свят. Аллилуйя. Наше тело, оно святое. Аллилуйя. Мы являемся одним целым с Богом. Если Бог находится в нашем Духе, а наш Дух находится в нашем теле, да. Аллилуйя. И в душе, естественно, Бог тоже находится. Аллилуйя. Потому что это дыхание Его, да. Бог вдохнул в нас дыхание жизни своей, и мы стали душою живой. То есть это наша душа, это Его дыхание. Аллилуйя. И кого покарает Бог, да? Того, кто разорит храм Божий. То есть твое тело, если кто-то разорит, того Бог покарает. Это Библия говорит, это говорит Священное Писание. То есть таким образом Бог, Он защищает свою Церковь. Он говорит о том, у Бога особое отношение к Церкви. У Бога особое отношение к Его невесте, к Церкви, к Его телу. Библия также говорит, что мы есть плоть от плоти Его, кость от кости Его. Аллилуйя. Первое Коринфянам 6, 19. Так. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете вы от Бога, и вы не свои? Вот Господь подтверждает, да? Первое Коринфянам, 19 глава, 6 глава, 19 стих. Что наше тело именно является храмом живущего в нас Святого Духа, которого имеем мы от Бога. Задай себе вопрос, имеешь ли ты Святого Духа от Бога, и ты не принадлежишь себе, ты не свой, ты принадлежишь Богу. Аминь. Потому что ты являешься частью тела Иисуса Христа. Можно даже сказать, что ты полностью, да, являешься полнотой Божества, полнотой всей полнотой Божества телесного. Аминь. То есть то, что мы духовно с Богом являемся одним целым, это мы знаем, да? Но то, что мы телом являемся одним целым с Богом, это тоже Бог подтверждает через Священное Писание, что наше тело является храмом Святого Духа, которого имеем мы от Бога. То есть мы имеем Святого Духа. Имеем Святого Духа. Мы не Свои. Аллилуйя. Здесь написано, двадцатый стих. Ибо Вы куплены дорогую ценой. То есть Вы прославляете Бога и в телах Ваших. То есть тело наше прославляет Бога, да? То есть оно так не говорит Бог, что тело ваше позорит Бога, что оно какое-то не такое. Вот. Написано, что тело, оно прославляет Бога тоже. И в душах Ваших прославляете тоже Бог, который суть Божьей. То есть о душе Бог тоже говорит, что душа Твоя, по-моему, лежит тоже к Богу. Аминь. Аллилуйя. Это суть Божья. И душа, и тело. Дух – это, естественно, мы один Дух с Господом, да? Это естественно, что Дух. И мы являемся одним целым с Богом. Так, Псалом 118, 55. Давайте я срочу. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Аллилуйя. Псалом 118, 55. Когда ночью вспоминал. Псалмоперед пишет, ночью вспоминал. Некоторые говорят, что днем, значит, ты, когда бодрствуешь днем, значит, ты от Бога. А если ночью, то от сатаны. Ну, есть такие болтуны, которые так говорят. На самом деле, мы непрестанно молимся, да? И днем, и ночью. Была такая одна вдова, вот, да? Которая лет 88, вот, она 7 лет прожила с мужем. И вот она вдова. Вот. И день и ночь, потом и молитву служит Господу. Вот. День и ночь написано. И Библия говорит о том, что непрестанно молитесь. Независимо от людей, ночь, вечер, утро. Аллилуйя. У нас всегда связь с Господом. Здесь Псалмоперед пишет, ночью вспоминал я имя твое, Господи. И хранил закон твой. То есть, всегда, да? Не так, что вот днем вот я храню закон Божий, а ночью, значит, не храню закон Божий. Нет. То есть, всегда. И ночью я, значит, вспоминаю имя Господа, а днем, значит, забыл имя Господа. Нет. Вот закон в чем, да? Закон в том, что кто исполняет закон, тот жив будет им, да? Но так как мы не под законом, по Новому Завету мы освобождены, да? От закона греха и смерти. И мы теперь живем по закону Духа жизни во Христе Иисусе. То есть, Дух Святой живет в нас. И Дух Святой, Он ведет нас. Это закон, да? То, что внутри в нашем Духе, вот. Это и является, и является индикатором нашей веры, индикатором нашей веры. То, что Дух Святой внутри нам живет. Аминь. И Бог по Новому Завету сказал, что Он напишет закон свой на скрижалях нашего сердца. И Он написал свой закон на скрижалях нашего сердца. То есть, когда мы исполняем этот закон, да, то Бог радуется. Когда мы нарушаем Воз, да, то мы испытываем дискомфорт внутри. И нам нужно исправиться. То есть, Дух, наш внутренний человек, он чувствует, да, дискомфорт, когда мы делаем что-то неправильное. Вот. И Дух Святой, Он нас утешает при этом. Он никогда нас не обвиняет. Если ты вдруг сделал там какую-то ошибку или что-то там нарушил, сделал что-то неправильное. И таким образом мы с вами возрастаем, да, возрастаем. Аллилуйя, чтобы угодить о Господу. И самый певец, конечно, этот живет, хранит закон Божий, да. Он живет по закону. Вот. По закону Божьему. Божий человек живет по закону Божьему. Вот. И слава Господу, да, Бог желает нас довести до совершенства. И Он сделал нас совершенными одним приношением своего тела на кресте. Он навсегда сделал совершенными освящаемость. То есть мы с вами навсегда совершенны, потому что мы освящаемы Духом Святым. Вот. И зачем люди исполняли закон? Чтобы угодить Господу. Чтобы угодить Господу, чтобы порадовать Господа, да, чтобы не прогневался Господь, чтобы не навел проклятие на себя Господь. Вот люди по Ветхому Завету так жили. И, а мы с вами освобождены, да, мы живем по Новому Завету. И чем мы отличаемся? Мы отличаемся тем, что мы уже совершенны в Христе Иисусе. И нам нужно верить в то, что мы совершенны в Христе Иисусе. И что мы уже исполнили весь закон, да, весь закон. А если мы его и нарушили, то и Христос уже понес за нас наказание, и мы умерли вместе с ним, да. За нарушение этого закона мы умерли в Христе. Нас похоронили за то, что мы нарушили этот закон. Вот. И мы воскресли со Христом, вот, вместе со Христом. Потому что любовь Божья, да, она сильнее во имя Иисуса Христа. Любовь Божья, она воскресила Христа из мертвых. Аллилуйя, потому что милость Божья, она превозносится над судом. И действительно, агнец Божий закланный за нас. От начала создания этого мира он превознесен превыше небес. Аллилуйя. И это самая ценность для нас. Трагоценный агнец Божий – это самая великая, величайшая ценность во Вселенной. Аллилуйя, которую мы должны ценить. То, что сделал Иисус. Аминь. Притчи 3.1. Давайте откроем. Притчи 3.1. Сын мой, наставление моего не забывай, заповеди мои, захорони в сердце твое. Аллилуйя. Это написал Соломон, притчи, да. И Соломон, он писал сыну своему, да, чтобы наставление, вот, чтобы он не забывал наставление своего отца. Если вы читали притчи Соломона, Эккельсиаст, это написал Соломон, вот, эти книги. И он писал для суетной жизни нашей, для суетной жизни земной. Вот, и чтобы нам жить хорошо на этой земле, да, то есть притчи Соломона, который человек, если он будет следовать, да, этим принципам, то этим словам Божьим, да, то будет успешен в жизни своей, суетной. Вот, вот, суетной жизни своей. Мы знаем, что Соломон, он был самый богатый, да, во всей Вселенной. Самый мудрый. Вот, и мудрее его никого не было. Вот, вот, никто сейчас не богаче Соломона. Здесь на земле нет такого человека, который бы, который бы превозносился умом и мудростью Соломону и богатством и славой. Нет такого человека. Сколько бы он там ни пытался, вот, Бог сделал Соломона самым мудрым и самым богатым. И самым славным. И при нем государство Израиль, оно процветало. Аллилуйя. Так вот, никто не мог достигнуть. Но мы с вами во Христе Иисусе, да, мы с вами стали богаче Соломона и мудрее. Знаете, почему? Потому что мы имеем сейчас ум Христов, мы имеем ум самого Бога. И Бог даровал нам славу свою, Он даровал нам свое наследство. Вот. И мы являемся наследниками Божьими, наследниками Иисуса Христа. Богаче Бога никого нет. То есть мы переплюнули самого Соломона с вами. Потому что мы во Христе. И Бог даровал нам не суетную жизнь. Он нас избавил от суетной жизни. И даровал нам вечную жизнь. Теперь мы живем вечной жизнью с вами. Вот. И написано, имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Верующий Сына Божия имеет жизнь вечную. Аллилуйя. И мы с вами верующие, да, Сына Божия. И мы имеем самую вечную жизнь. Поэтому даже если ты не выполняешь то, что здесь написано в притчах, да, но ты живешь вечной жизнью. То есть когда ты живешь суетной жизнью, тебе нужно выполнять это все. Но когда ты живешь вечной жизнью, там уже Дух Святой тебя будет вести, как правильно поступать. Даже воспитание ребенка, например. Вот. Суетная жизнь. Если по суетной жизни ты будешь жить, да, суетной жизнью, то если ребенок не послушан, его нужно наказать, розгрызть, написать, Сына Свою. Вот. Но так как ты живешь вечной жизнью, вот. И Иисус Христос, Он принес наказание за все грехи, в том числе за непослушание. То есть мы другим способом совсем, мы в учении наставления Господнем, да, воспитываем. Учение наставления, то есть через наставление Дух Святой сходит на детей твоих. И Дух послушания сходит, да. Весы разбегаются, то есть там другой уже совсем принцип идет. Когда мы живем вечной жизнью, мы по-другому детей тоже воспитываем. Потому что мы... Иисус Христос понес наказание, в том числе за непослушание. За твое непослушание, то, что ты был непослушан, то Бог тебя помиловал. Он всех Бог, Он сделал всех непослушными, чтобы всех помиловать. Вот. Такого Христа Иисусе, мы все с вами помилованы. Аминь. Вот это и есть премудрость Божья. Это и есть мудрость, сходящая свыше. Аллилуйя. И заповедь, да, по Новому Завету. Какая заповедь? Заповедь и жизнь вечная. Аминь. Это и есть заповедь, которую нам нужно выполнять с вами по Новому Завету. Заповедь это и жизнь вечная. Аминь. Аллилуйя. Давайте не будем уклоняться, да, от этой заповеди. Аллилуйя. И от закона Духа и жизни во Христе Иисусе. Дух Святой живет в нас. Аллилуйя. Дух Святой живет в нас. Аллилуйя. Малахия 2.14. Давайте откроем. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Аминь. Аминь. Она потом рыдает и плачет, обливает жертвами Господа, то, что муж так с ней некрасиво поступил, нехорошо. Вот Господь Своух, Он обличает, да, такого мужа. Вот. И что говорит нам Новый Завет? Новый Завет, да, говорит, что Иисус Христос, Он просто берет это все, прощает, да, Он просто аннулирует. Во Христе Иисусе мы имеем вечную жизнь. Бог, Дух Святой поселился внутри нас. Сила, которая воскресила Иисуса Христа, поселилась внутри нас, верующих во Христа. Те, кто Христов, Он знает, что Он Христов, что Он принадлежит Христу. Он знает, что Он невеста Иисуса Христа, да, радоваться надо, что ты невеста Иисуса Христа. Вот, что Бог, Он женится на тебе. Что Он тебя выбрал, Своей женой, Своей невестой. Вот. И какой-нибудь там пьяница или алкаш себе выбрал, вот, предложил замуж, а сам Бог. Вот. И Бог никогда не прелюбодействует, Бог никогда не сделает так, чтобы ты там обливал жертвами слезами, там, что вот Бог тебя изменил, что Бог тебя бросил, Он такого не допустит. Бог никогда не бросит, не оставит, не предаст, не прелюбодействует и всегда будет заботиться о тебе. Ни один волос головы, кто не пойдет без его ведома. То есть, Он хранитель твой, заступник, защитник. Это новый завет Господа нашего Иисуса Христа. Вот, поэтому давайте будем утешаться Господом, драгоценные братья и сестры, если вы не в браке, да, то утешаться Господом, Аллилуйя, это самый лучший способ, да, радоваться нам, радоваться. Аллилуйя, давайте будем радоваться, что у нас есть такой жених прекрасный. Аллилуйя, что у нас такой супруг, да, наш творец супруг Господь Савуов, вот, и написано, искупитель твой святой Израиль, Богом всей земли назовется Он. То есть, твой муж это Бог всей земли, вот, а ты его невеста, ты его жена, ты его супруга, он твой супруг, Аллилуйя. Так что плакать нам нечего, вот, рдать нечего, обливать слезами жертвенник не нужно. Аллилуйя, вот, но если ты, значит, живешь суедной жизнью, да, Христос от тебя, как бы, далеко, вот, поэтому ты получишь, значит, наказание за то, что ты поступил вероломно с женой юности твоей. То есть, наказание придет за то, что человек, да, ну, человек, который не укрылся во Христе Иисусе, не покаялся, не принял веру в свое спасение, он будет отвечать за то, что вероломно поступил со своей женой юности, да, обижал ее там, ненавидел ее и так далее. Вот, а этот грех, он есть положительный, и рядом вокруг нас. И недавно даже приходили, приходила ко мне одна женщина, которая жить не хотела, вот, и из-за того, что ее сожитель ее бросил. Мало того, что он пил, да еще и бил ее, и она еще и плачет, и хочет, чтобы он к ней вернулся. Вот такая низкая самооценка у людей, да, вот, ну, Бог хочет поднять нашу самооценку, вот, чтобы она у нас была Божья, аллилуйя. Слава Господу, что он это делает, вот, мы не своим, принадлежим Богу, мы принадлежим Богу, аллилуйя. На самый крутой, самый богатый, самый умный, самый, короче, крутой жених на свете, и самый крутой муж, аллилуйя. Вот, вот, слава Господу, да, за жертву Иисуса Христа, то, что Иисус Христос сделал на кресте, вот, это, слава Богу, аллилуйя. Итак, Иер 16, 19, давай слухой, Иер 16, 19. Иер 16, 19. Иер 16, 19. Человеческих усилий, да, вот, тех стараний человеческих, он был безупречен их, он был праведный. Но проблема его заключалась в том, что он был самоправедный, самоправедный, да. Вот, и поэтому, когда Бог ему явился, он сказал, что я молчу, вот, в прахе и пепле, я молчу, вот. Потому что он говорил о том, что зачем я был праведный, нечестивый, вон, лучше меня живут, они грешат, и все им хорошо. Зачем я вообще старался быть праведным? Из-за этого Бог его, короче, сказал, что кто сей, омрачающий провидение? Провидение – это то есть будущее Иова, да. Будущее Иова, оно такое прекрасное, то, что он был праведным, вот, оно такое великолепное, вот, это есть провидение. И его своими словами омрачал это провидение, то есть он, зачем это все, зачем я был праведный, зачем, ну, ты можешь говорить, зачем я в церковь хожу, зачем я Богу служу, зачем эту Библию читаю, зачем я трачу время на молитву, зачем я вообще Богу служу, и так далее, вот. И не надо таких слов говорить, нужно, не надо омрачать провидение, да, то есть наше будущее, оно великолепное, наше будущее, оно прекрасное, наше будущее, оно величественное, славное. И сейчас, даже уже сейчас, в моей вечной жизни, мы сейчас живем благословенной, праведной, святой, благочестивой, жизнью, счастливой, аллилуйя. Слава Господу. Бог наш заступник, Он заступается. И Библия говорит о том, если Бог за нас, кто против нас? Если Бог Сына Своего не пощадил, но предал Его за нас, как с Ним не дарует нам всего, понимаете, Он подарил нам все, понимаете, нам нужно просто в это верить, нам нужно это все принять, принять и принять, принимать. Мы не должны жить, как этот мир живет, суетной жизнью. Нам нужно принимать то, что Бог подарил нам вечной жизни. Сейчас мы уже имеем эту вечную жизнь. Давайте пользоваться уже ресурсами вечной жизни и благословениями Нового Завета. Аллилуйя. Так. Притча 14.25. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лживей. Аминь. Слава Господу. Это тоже говорит Соломон, да. То есть здесь зависит от того, что человек болтает своими устами. Что человек наговорит своими устами, да, от этого и зависит. Значит, судьба окружающих его людей. То есть если ты верный свидетель, то есть если ты свидетельствуешь правильно все, говоришь своими устами, то ты таким образом спасаешь вокруг себя души человеческие, да. Но если ты лжешь своими устами, говоришь неправду, всякое заблуждение, вот, таким образом такой человек наговорит много лжи. И, естественно, никто не спасается, никто не получает спасения, вот. И это притча Соломона, да. Притча Соломона тоже для нашей суетной жизни. Суетная жизнь. Суетная жизнь, это значит, зависит от тебя, что ты наговорил своими устами. То есть, когда мы уповаем на жертву Иисуса Христа, то есть мы имеем полную зависимость от Бога. То есть все зависит только от Бога. Вот, когда мы живем вечной жизнью, все зависит только от Бога. Ничего от меня не привезет. Вот. Я сама себя не спасаю. Бог меня спас. Это зависело от Него только. Это Он так захотел, Он меня избрал, Он меня спас. Я живу вечной жизнью уже сейчас. Я верю, да. То, что я наговорила там всякое лжи, может быть, многое. Вот. За это Иисус понес наказание. Кстати, Его били по устам, да. Били по устам. Вот. И Он молчал, да. Вот то, что ты плохое наговорил, много всего лжи наговорил. Вот. Иисус молчал за это. Еще Его били по устам. Вот. И за это. Вот. Он понес наказание за то, что ты наговорил много лжи. Знаете, это новый завет. Господа нашего Иисуса Христа. То есть ничего не зависит от меня. Все зависит только от Бога. Наше спасение зависит только от Него. От меня ничего не зависит. Вот. Что касается нашей суетной жизни, да. Суетной жизни. Ты каким-то образом взаимодействуешь с людьми, да. Которые вокруг тебя. Они могут быть неверующие. Они могут быть вообще не знать Бога. Ну, естественно, нужно применять эти принципы, да. Говорить, конечно, нужно истину. Вот. Ну, говорить все правильные слова. Вот. Для того, чтобы привлечь души, да. Привлечь души. Но по новому завету, что касается вечной жизни, ты должен знать, что ни от твоей проповеди, ни от твоих красивых слов вообще ничего не зависит. Все зависит от силы Божьей. Вот. Насколько Дух Святой будет действовать, да. Вот. И апостол Павел говорил, что проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но на силе Божьей. Аллилуйя. То есть он точно говорил, что от меня тоже ничего не зависит. Вот. Только от Бога, вот, зависит. Спасется душа или не спасется душа. Аминь. Так, дальше. Римлянам 1.9. Римлянам 1.9. Давайте. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, благовествование сына его, что непрестанно воспоминаю о вас. Аминь. Тут апостол Павел говорит, да, о том, что Бог свидетель. Он тоже говорит, что Бог свидетель. Вот. Не забывайте, что Бог свидетель. Что есть Бог, и Он свидетель. И написано, при устах двух или трех будет верным каждое слово. Вы не забывайте, что Бог рядом с вами всегда, и Он свидетель. Где двое или трое собраны во имя Мое, сказал Иисус, там и я посреди них. Вот. Если ты даже один, да, тебе кажется, что ты один, но ты не один. Вот. Есть Отец, есть Сын, есть Дух Святой. Вас уже трое. Если вы не знали. Иисус Христос посреди вас. Аминь. Потому что так оно и есть. Это Новый Завет. Бог уже поселился внутри тебя. Это не значит, что если ты, допустим, один, да, и никого рядом из людей нету, из верующих, да, то значит, вот, все. Значит, ты не в собрании верующих. Это ложь. Новый Завет говорит о том, да, что Бог свидетель. Бог свидетель. Не забывайте, что есть Бог. Братья и сестры. Что это личность. Что Бог это личность. Вот. И когда мы так говорим, да, что вот нужен кто-то там еще, да, чтобы это было собрание. Было собрание. Вот. Конечно, это хорошо. Бог любит, да, когда дети его вместе собираются. Но собрание по Новому Завету. По Новому Завету. Вот. Что значит не оставляйте собрание своего? То есть, ты должен выбрать свое собрание. Кто является твоим собранием? Вот моим собранием является Бог и Дух Святой. И Иисус Христос посреди нас, по-любому. И таким образом, да, мы свидетельствуем. Мы говорим, насколько Бог реален в нашей жизни. Насколько Бог реален, насколько Он свидетель в нашей жизни. Он свидетель. Он заступник. И Бог был свидетелем, да, которому служу Духом Моим написанным. Благовествование Сына Его. И, конечно, апостол Павел говорит, я непрестанно вспоминаю вас. Он вспоминал о римлянах. То есть, конечно, если ты в собрании находишься, да, то ты непрестанно вспоминаешь, вспоминаешь тех людях, да, на которых ты влияешь. Которым ты проповедуешь, которым ты благовествуешь, Сына Божьего. Ты не забываешь о тех людях, которым ты благовествуешь, Сына Божьего. Аминь. Так. Салон 88, 38. Давайте окрумем. Вовек будет тверд, как Луна, и верность свидетель на небесах. Это говорится о том, что о Давиде, да, что Бог, он поклялся вот своей святостью, что семя Давида пребудет вечно. То есть, он позаботился о потомстве Давида. И действительно, Иисус Христос, да, он является сыном Давида, вот. И семя, да, он является семенем Давида, вот. По плоти. Вовек будет тверд, как Луна, и верность свидетель на небесах. Верность свидетель на небесах. Аллилуйя. Поэтому здесь говорится, да, что Давид, он, что Иисус, сын Давида, да, и, естественно, Давид, он свидетель на небесах. И так как Иисус является сыном Давида, вот, то звезда светлая и утренняя написано. Сын Давида, он сам себя так называет. Я потомок Давида. Иисус про себя говорит, я потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Вот. Он есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. И всю еду, да, со святыми ангелами своими, всю еду, как татья. Блажен, кто соблюдает слова книги пророчества всего. Вот. Все гряду скоро. Это Иисус Христос говорит. И Иисус Христос сейчас на небесах. Он верный свидетель тоже. Аминь. Иисус Христос, Он свидетель. Это Бог. Бог свидетель. Иисус Христос, это Бог. Аминь. Иисус Христос не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, приняв образ раба. Как он не почитал хищением быть равным Богу. То есть, он видел то, что делает Бог-Отец. И он увидел, что Бог-Отец принял образ раба. И Сын Божий тоже принял образ раба, потому что увидел, что Отец принял образ раба. Вот. И был послушным даже до смерти. Вот что делал Отец. И Отец тоже умер на кресте. Вот когда Сын умирал, и Отец умер на кресте тоже. Он Отец Вечности написано. Этот младенец, который родился от Дева Марии, он Отец Вечности. Это же наш Небесный Отец и есть. Аллилуйя. И сила Святого Духа, да? Воскресила Иисуса Христа из мертвых. Аллилуйя. Смертью невозможно было удержать. Плач и Эльмия. Давайте откроем. Посмотрим, что у нас тут Господь говорит. Вторая глава. Одиннадцатый с начало. Истощились от слез глаза мои, волнуются во мне внутренность моя, изливаются на землю печень моя от гибели чели народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода и городских улиц. И восемнадцатых. Сердце их вопьет к Господу. Стена челюсти он, а лей ручьем слезы день и ночь. Не давай тебе покоя, не спускай винить от чьей твоих. Аминь. Здесь говорится, да, об израильском народе, о горе Сионе. То есть Бог, Божий народ все называет своим народом. А вот гарантион – это его, то, что Бог избрал. Это тот народ, которого Бог избрал. Израиль Бог избрал. Но Израиль согрешил пред Богом, и Бог прогневался. Бог прогневался, так прогневался, что, не имея права, плачет и говорит, что вот с вами случилось. Младенцы умирают от голода среди городских улиц. Это все за грехи, за грехи, непослушание, за идолопоклонство, за то, что нарушили закон Божий, за то, что, в общем, сделали себе идолов и так далее. Да, Бог прогневался, написано. Проклятие начало действовать, проклятие закона начало действовать. Вот. И поэтому говорится, леи слезы день и ночь. Ильфиона леи слезы день и ночь. Но это Ветхий Завет. Мы же понимаем, что это Ветхий Завет. А по-моему, Завету нам нужно разоваться всегда. Потому что Бог нас спас. Аллилуйя. Нам не надо плакать и радовать, потому что у нас радость, весть, торжество. Мы приступили к Горисиону, да? К духам праведников, достигших совершенства. Кто такие духи праведников, достигших совершенства? Это мы с вами, духи праведников. Церковь – это из духи праведников, достигших совершенства. Церковь первенцев, написанных на небесах. Это мы с вами. Те, кто принял жертву Иисуса Христа. Те, кто Христов. Дух Святой поселился внутри тебя. Сам Бог живет внутри тебя. Твое тело – храм Святого Духа. Вот. В тебе живет Бог. Ты в Боге. Бог живет в тебе. Бог сказал, вселюсь в них и буду их Богом. И они будут моим народом. Буду ходить в них. Буду жить в них. Аллилуйя. Буду говорить через них и так далее. Буду действовать через них и так далее. Вот. Он тем самым сейчас занимается. Бог. Аллилуйя. Он действует через тебя. Аллилуйя. И нам нужно радоваться. Просто у Павла говорит, не пристан, а радуйтесь. И он не смотрел на обстоятельства, да, которые вокруг него там. Ну вот. Потому что это все ложь. Эти обстоятельства, это все временное. Это ложь дьявола. Которую нужно победить. Вот. Духом у самого Бога, да. Мы должны право сглашать то, что Иисус Христос совершил на кресте. Для того, чтобы утверждать свою веру. Утверждать свою веру. Это уже есть. Это уже совершил Господь. Совершил Господь. Уже все совершил. И Он даровал нам победу и так далее. Все совершил. Исцелил. Воскресил. И так далее. Посадил на небесах во Христе Иисусе. Но нам нужно утверждать, да, чтобы вошло в наш разум. Вот. Чтобы мы жили соответственно тому, во что мы верим с вами. Вот. Вера как приходит? Вера приходит от слышания Слова Божия. Вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Вот. Когда мы слышим Слово Божие, да, то, что Бог говорит, то, что Бог сделал на кресте, тогда к нам приходит вера. Вот. Когда мы не слышим ту истину, да, то к нам приходит страх. Вот. Боясь приходит. Какая-то тревога приходит, потому что мы не верим. Мы не слышим Слова Божия. Нам нужно слушать Слово Божие. Таким образом Дух Святой на нас ходит. Дух Святой нас насиживает. Помните, когда Петр проповедовал, да, Евангелие? Вот. Три тысячи людей покаялось. Вот. И когда проповедовали Евангелие, Дух Святой сходил на всех слушающих Слово Божие. Аминь. То, что мы говорим, когда мы говорим, и люди это слушают, на них Дух Святой сходит. Аллилуйя. В силах, которые воскресила Иисуса Христа, из мертвых на них сходит. Любовь, которая превыше всякого закона, сходит на людей. Благодать, милость сходит на людей, да, когда мы благовествуем, когда мы говорим истину. Вера приходит от слышания Слово Божие. Аминь. Если ты проповедуешь, и не приходит к людям вера, да, вера, а страх какой-то приходит, что-то вот это, дискомфорт какой-то приходит. Это не истина. Истина делает тебя свободным. Аллилуйя. И познайте истину. Истина делает вас свободным. То есть, мы живем по Новому Завету. То, что мы сейчас прочитали, это Ветхий Завет. За нарушение заповеди, за нарушение закона пришло проклятие на народ Божий. И сейчас мы Христовы, да, мы Христовы, и поэтому мы освободились от закона этого, греха и смерти. Мы не под проклятием. Мы теперь благословенны с вами. Аминь. Во Христе Иисусе. Аллилуйя. Салом 38, 13. Давайте откроем. Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к склизам моим, ибо странник я у тебя и пришлет, как и все отцы мои. Аминь. Это псалом Давида. Он просил, да, Господа. Вот. Он вопил. У него было много проблем. Он плакал. Вот много скитался. Вот. Потому что он жил по закону, да, по закону. Вот. Он был исполнителем закона Божия. Вот. Жил по заповедям Божьим. Вот. Но вокруг живут много грешников, вокруг много нечестивых, которые не соблюдают закона Божия. Естественно, они заставляли Давиду много горя, да. Горя, вот, в результате которого создавались такие обстоятельства в жизни Давида, да, которые заставляли душу его страдать, его пить к Богу. Вот. Заставляли душу его страдать, его пить к Богу. В нашей жизни, да, в моей, вот, христианской жизни, можно так сказать, было много тоже скорбей и слез, и воплей, я скажу так, потому что не наставлена была в истине. Не наставлена была в истине. Так как должно было меня наставить в истине. Вот. То есть, все-таки, дьявол, он обманул в каких-то там сферах было дело, обманул, да. И когда мы даем место дьяволу, да, в своем разуме, мы неправильно верим. Вот. Мы находимся, когда мы находимся в заблуждении, заблуждении, то приходит вот это вот все. И обстоятельства, вот, когда ты смотришь на обстоятельства в своей жизни, а не на Слово Божье, вот, и так далее. Когда ты отвел свой взгляд от креста Иисуса, когда ты отвел свой взгляд, свой фокус от того, что сделал Иисус, и начал смотреть на себя, и на обстоятельства в своей жизни, вот, и начал сравнивать себя с другими, и так далее. Вот это, знаете, это вот не путь Божий. Это не путь Божий. У нас путь какой? У нас не отводить взгляды от Христа и того, что Христос сделал в нашей жизни. Тогда ты победишь этот мир. Тогда же, тогда ты победишь обстоятельства в своей жизни. А обстоятельства изменятся в своей жизни. Симптомы болезни уйдут, потому что это ложь во имя Иисуса Христа. Потому что боли уйдут, потому что это ложь во имя Иисуса Христа. Сачества изменятся. Вот. Чувствования твоей души изменятся, потому что они должны прийти в соответствии с истиной. Аминь. Мы верой побеждаем этот мир. Мы верой побеждаем обстоятельства. Мы верой побеждаем все негативное. Верой побеждаем то, что дьявол хочет навязать. Верой побеждаем то, что Бог на нашей стороне. Бог любит нас. Аминь. Салом 23.6. Давайте. Салом 23.6. Таков род ищущих его, ищущих лица твоего Божия Иакова. Аллилуйя. Это говорится о роде, который ищет лица Божьего. То есть наша церковь – это как раз именно те люди, которые ищут лица Божьего. И этот род написано «Получить благословение от Господа и милость от Бога Спасителя Своего. Он взойдет на гору Господню, станет на святом месте Его». То есть наши руки не повинны, сердце наше чистое. Мы не клянемся душой свою напрасно и не божимся ложным. Это то, что совершил Иисус Христос на кресте. Да? Мы получили благословение, милость от Бога Спасителя нашего. Это те люди, которые ищут его лица. Ищут его лица. И так как мы с вами живем по Новому Завету, я еще раз хочу сказать, что от нас вообще ничего не зависит. И Библия говорит, меня нашли не искавшие меня. Я открылся, не вопрошавшему мне. Это Новый Завет. То есть Бог открылся. Я его вообще не искала, но он мне открылся. Он так захотел. Открылся мне, я его нашла. Я его нашла. Теперь нужно держаться Бога, держаться того, что мы нашли с вами. Нашли. Но процесс, как мы говорим, нашей суетной жизни, да, процесс нашей суетной жизни, да, то есть все равно, так как мы живем еще тут на земле, вот, поэтому нам приходится иметь отношения с людьми, которые вокруг нас. И поэтому порой нам нужно, да, вот, соблюдать баланс, как говорится, и чтобы не впадать в крайность. Вот, и нельзя так сделать, да, ну вот Бог меня спасает, вообще ничего не буду делать, не в церковь ходить, не молиться, вообще ничего не буду делать, зачем я буду его искать, вот, он сам меня нашел и так далее. Ну, это уже впадать в крайность, да, то есть все равно стремление нашей души должно быть к Богу. Все равно, потому что душа, в душе наша воля с вами, наша воля. Вот, и Бог не хочет, чтобы мы были просто бездушными марионетками в его руках. Он хочет, чтобы мы были с ним партнерами, чтобы мы с ним разговаривали, имели с ним диалог. Вы знаете, что Иаков, он боролся с Богом. И Бог, да, назвал это место Пенуэл, то есть лицо Бога. И Бог сказал, да, некто сказал, да, ты боролся с Богом, теперь будешь одолевать человека. Вот, он сломался с бедра у Иакова. Вот, так он боролся с Богом и даже начал одолевать Бога, понимаете. Он не был как-то на марионетку в руках Бога. Вот, они были партнерами. То есть мы с вами партнеры с Богом. Вот. И, допустим, вот, когда Бог хотел истребить весь народ, вот, когда он был непослушный, роптал, Моисей выбил его из-за гипотского рапса, он все непослушный, все робчет. Он сказал, давай, я истребил этот народ и все, а от тебя произведу новое. Так вот, Бог послушался Моисея. Моисей сказал, не надо истреблять этот народ, а что люди скажут, а что скажут, вот, ты вывел там и погубил их. Вот, в пустыне. Вот. И Бог, он послушался совета Моисея. Вот. Вот. Также мы с вами, мы имеем отношение с Богом, понимаете? У нас у каждого личное отношение с Богом. Мы сами их строим. Вот. Вот, у нас есть душа, которая, которая тоже, вот, у нас есть там свое какое-то мнение, там, на каких-то, насчет каких-то вопросов, да? Вот. Мы имеем ум Христов. Ты родился, ты такой же Сын Божий, ты такая же Дочь Божия. Ты имеешь жизнь в самом себе. Вот. Библия говорит о том, что Отец дал Сыну иметь жизнь в самом себе, да? Так как Бог Сам имеет жизнь в самом себе, и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. То есть, вот, Иисус тоже имел возможность, вот, не идти на крест, допустим, умирать. Вот. Но он был послушным даже до смерти написано. Он стал рабом. А ты сейчас Владыка неба и земли. Ты Владыка, вот, ты Владычествуешь здесь. Мы царились, священники, Богу нашему. Ты Дочь Божия, ты Сын Божий. Аллилуйя. Здесь написано, что Бог поставит князей по всей вселенной. Это и мы, и их князья, которых Бог поставил по всей вселенной. Вот. И не будет учить каждый ближнего своего, каждый брат своего, познав Господа. Потому что все, от малого до большого, будут знать меня, говорит Господь Собоов. Аллилуйя. Потому что я грехов их и беззаконий их не вспомину более. Понимаете? Бог не вспоминает вообще. Больше о своих грехах и беззакониях. Вообще никогда. Зато только мы можем там чувствовать, там себя виноватыми, там нарушителем каких-то законов Божьих. А Библия говорит, Новый Завет, что он вообще не вспоминает даже о наших грехах. И о беззакониях наших не вспоминает никогда. Аллилуйя. Напротив, Бог нам помогает, да, идти по его пути, да, не сводить взгляд Хисуса Христами. Давайте 1 Петра 3, 6, 14. Откроем. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха. Так. И 14 стих. Ну, если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайте. Аминь. Ну, здесь наставление женам и мужьям, да, вот как жены. Жена, вот Сара, повиновалась Аврааму, называя его господином. То есть уважение нужно иметь, да, к своему мужу. И написано, что мы ее дети. Мы дети этой Сары, вот, так как мы дети Авраама, да, мы же семья Авраамова, а Сара была его женой. Поэтому мы являемся тоже, она нам мать, вот, мы ее дети, написано. И поэтому нужно подражать, да, вот Саре, она повиновалась ему мужа, называла его господином. И что это за добро, которое нужно делать? Повиноваться, да, своему господу. Вот, это и есть добро. Вот. И написано, не смущайтесь ни от какого страха. То есть дьявол будет тебя пугать, да. Дьявол будет тебя пугать, там, всячески клебетать, там, лгать на тебя и так далее. Какие-то тесты в своей жизни, например, посылать неблагоприятные, да, для того, для... Поддарить тебя, для твоей души, для твоей плоти, может быть. Вот. И... Но... Не смущайтесь ни от какого страха. Ну, какой может быть страх у жены? Вот. А зачем детей кормить? Вот. А где деньги взять? И так далее. Ну, это вот страх. Страх у жены появляется. Откуда у нее страх? Недоверие, да, к мужу. Вот. Недоверие Господу. Здесь написано, жена, которая уважает своего мужа, да, она доверяет ему, да, доверяет Господу, доверяет Господу полностью. Уповать она здесь только на Господа, не на мужа своего надо надеять. Но мужа нужно уважать. И не смущаться ни от какого страха. Ну, какой страх еще может быть в семейной жизни? Чем детей кормить, да? Вот. Сами-то вы можете попаститься там дней сорок, да, а вот дети, они поститься не будут дней сорок. Вот. И, короче, тебе, ну, страх может прийти, да? Вот. Но Библия говорит о том, что Бог, Он, 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 Он заботится о нас, там, заботится о своих детях. Вот, конечно, Он не позволит тому, чтобы дети голодали. Я на своем опыте знаю, что Бог никогда не позволял, чтобы мы голодали. Такого никогда не было. За всю мою христианскую жизнь. Аминь. Аминь. Так. Ну, если страдать из-за правды, то вы блажены. То есть, за истину, если ты страдаешь, то ты счастлив, блажен. А страх их не бойтесь и не смущать. То есть, не надо бояться. Все равно Бог, Он, все равно ответ от Бога придет. Вот. Страхом и смущением ты ничем, ты ответ к Богу не приедешь. То есть, нужна вера. Совершенная любовь, написанная, страх. Вот. Вера – это противоположность страху. Вот. Поэтому, когда ты веришь, то приходит ответ. Бог действует через веру. Аминь. Салом 114, 8. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновения. Аминь. Слава Иисусу. Так оно и есть, да? Слава Господу. Бог избавил нашу душу уже. Это в прошедшем времени. Не потом когда-нибудь избавит, а сейчас уже избавил душу от смерти. От слез, ноги мои от преткновения. Здесь говорится о нашей земной жизни, да? То есть, он спас нашу душу. И от слез, от преткновения. О любви. Он оттер всякую нашу слезу уже. Да? Смерти уже нет. О любви. Нужно в это верить. Нифисянам 4, 25. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Аминь. Аллилуйя. То есть, ложь надо отвергнуть, оговорить истину друг другу. Аллилуйя. Потому что мы есть одно. Мы друг другом одно. Когда мы говорим истину, да? То Дух Святой сходит. О наших ближних. Мы ощущаем присутствие Божье. Когда говорим истину друг другу. Когда ты ложь говоришь, Дух Святой не придет. Он не подтверждает те слова, о которых ты говоришь. Он подтверждает только те слова, которые истинны. И Иисус говорит слова, Мои Дух и Жизнь. Они приносят жизнь человеку, когда говоришь, что истину. Аминь. И Дух Святой приходит. Поэтому мы должны говорить друг другу истину. Аминь. Потому что мы одно. Мы члены друг другу. Аллилуйя. Когда говоришь ложь ближнему самому, то ты себе же вред и приносишь. Но мы так не будем делать. Мы будем говорить истину друг другу. Аллилуйя. Которая приносит жизнь. Делает нас свободными. За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, который я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизнь своей. Аминь. Аллилуйя. То есть есть много разных учений, которые не соответствуют учению Господа нашего Иисуса Христа, которые отпращают людей от истины. Люди не хотят верить в такого Бога, который проповедуют некоторые люди. И когда человек, когда проповедуется не истина, когда ложь проповедуется, то никто не хочет к такому Богу идти. И даже никто спасаться не хочет. Поэтому, когда мы говорим истину, приходит жизнь, приходит радость. И, конечно же, есть люди, которые будут ложь говорить, и тем самым опечаливать сердце праведника написано. Апостол Павла тоже там были люди, негодные люди, о которых он просил Господа, чтобы Господь избавил его от неугодных и неугодных людей, которые подавляют истину ложью. И он просил Бога, чтобы Бог избавил его от таких людей, которые опечаливают сердце праведника. Из-за этого люди не хотят приходить к Богу спасаться, потому что всякие уже учения, всякие там уже Христы появились, всякие там чуждые учения и так далее, которые не спасают, а которые порабощают наоборот. Которые наоборот, ну, человека не радуют, это, в общем, вводят его в тоску и в уныние, вот. Потому что это не есть Евангелие, это не есть благая вещь. Мы проповедуем Христа, распятываясь и благая вещь, да, что Христос, Он умер и воскрес измерзлых. Это благая вещь. То есть, что ты спасен, ты праведный, ты совершенный, ты чистый, ты непорочный, ты неповеден, ты вожделенный. Ты любимчик Бога, ты благословенный, Аллилуйя. Слава Господу. Вот. Бог на твоей стороне, Аллилуйя. Никогда не против тебя, Аллилуйя. Никогда не спусть вспоминать своих грехов и беззаконных. Они все покрыты, тебе не вменяются грехи, не вменяются преступления. Ты блажен, ты счастливый, Аллилуйя. Нужно в это верить, нужно это утверждать. Это истина, это благая вещь. Аллилуйя. Слава Господу. Бытие 46. Давайте откроем. Пришел к ним, Иосиф, потом увидел их, и вот они в смущении. Здесь говорится про Иосифа. Одного из сына Иакова. Любимчика его, любимого сына, которого братья продали в рабство. И вот он сидит, значит, в тюрьме. Но все равно Бог был с ним. Он не унывал, он всегда радовался. И даже когда он сидел в тюрьме, он истолковывал сны. Значит, с ним сидели два заключенных, Виночерпий и Хребодар. И вот он истолковал им сон. Они сидели в смущении из-за того, что им приснилось. Так вот, Виночерпий, значит, он истолковал, что его отпустят, и он снова будет служить фараону. А Хребодару, он, значит, истолковал сон такой, что его казнят. Вот, казнят. Через три дня. И это действительно сбылось. То есть Иосиф, он мог истолковывать сон. У него была мудрость Божья. Бог всегда был с ним. То есть у нас тоже есть ум Христов. Бог, мы тоже можем истолковывать сны с вами. Да? Аллилуйя Господу. То есть мы не должны смущаться с вами. Никакого страха. Аллилуйя. Даже если сон какой-то приснился там, а вот, ты не должен смущаться. Аллилуйя. Потому что любящим Бога, действующим по Его изволению, все содействует ко благу. Аминь. Так, второзаконие двадцать три. Второзаконие двадцать три. Давайте ее откроем. И скажет ему, слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в поражение с врагами вашими. Да не ослабей сердце ваше. Не бойтесь, не смущайтесь. И не ужождайтесь их. Аминь. Аллилуйя. Если внутри тебя Бог, а Бог он никогда ничего не боится. Бог он никогда не боится. Праведник написано смел, как лих. Аллилуйя. Тем более сейчас по новому завету. Если Бог за нас, то кто против нас. Аллилуйя. Иисус победитель, Аллилуйя. И мы в нем, мы победители, Аллилуйя. Если будут даже вооружаться против тебя, да, да, то Библия говорит о том, что это не от Бога. И даже кто-то будет против тебя вооружаться. Это не от Бога. И кто будет состязаться с тобой на суде, того ты обвинишь. Понимаете? Это наследие есть у Господа. Ты наследник Божий. Аллилуйя, ты вверху, а не внизу. Ты благословенный. Аллилуйя. Иисус был проклят, что ты был благословен. Аллилуйя. Первый Петра 2,9. Давайте вкроем. Первый Петра 2,9. Новый Род избранный. Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы. Чудный свой свет. Аминь. Аллилуйя. Это Новый Завет, и Господь нам говорит, что мы народ избранный. Да? Род избранный. Род избранный. Царственное священство. Скажи, я род избранный. Я царственное священство. Я народ святой. Я человек, взятый в удел. Зачем? Чтобы возвещать. Совершенство. Совершенство Бога. Совершенство призвавшего меня. То есть Бог меня призвал. Из тьмы. Из тьмы. Откуда он меня призвал? Из тьмы. Куда? Чудный свой свет. Вот для чего Бог избрал нас. Мы святой народ. Да? Чтобы возвещать. Совершенство. Призвавшего нас. Из тьмы. Чудный свой свет. Аллилуйя. Вот для чего Бог нас избрал. Какой чудесный Господь. Какое прекрасное место, куда Бог нас поставил. Да? Посадил. Вот. Какая прекрасная жизнь нам дарована. Вечная. Аллилуйя. Клезы на шатер. Аллилуйя. Ведет нас на живые источники Бог. Аллилуйя. Не плача нет. Не вопля нет. Аллилуйя. Вот это место, куда Бог нас поставил уже сейчас. Вот. Мы можем этим пользоваться уже сейчас. Живя на земле, мы можем пользоваться ресурсами вечной жизни. Нужно только взять это. Перестать ныть. Перестать плакать. Перестать вопить. Смотреть там, встать из-за своей жизни. Жаловаться и так далее. Вот. Вопить Богу, помоги и так далее. Потому что это уже не вера. Это не верие. Это уже является религиозная жизнь. Религиозная жизнь, которая... Которую ты не возьмешь то, что Бог сделал во Христе. Вот. Ты просто с дерзновением должен прийти к престолу благодати и взять все, что тебе там нужно. Вот. Это и есть вера. Ты верой берешься. Верой этим пользуешься. Вот. Наслаждаешься этим и радуешься. Вот. И, Господи, помоги, это религиозная вера, потому что Бог уже тебе помог во Христе Иисусе. Нужно поблагодарить Господа за то, что Он тебе помог уже. Дух Святой Тебе дам помощником, помощником. И, знаете, Дух Святой Он не древний, Он всегда знает, что нужно делать. Аллилуйя. Ефесянам 3.21. Давайте откроем. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. То есть Бог, да, Ему вся слава. Он действует в нас, во мне силой. Он может сделать несравненно больше всего, чего я прошу или о чем помышляю. То есть ты можешь просить совсем мало, чуть-чуть, а Бог хочет тебе дать все, вот, больше, чем ты просишь или даже о чем думаешь, что Бог тебе может дать, да. И написано тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды. Во все роды, от века до века. Аминь. Аллилуйя. Он может сделать, он, он, как он это делает? Действующие в нас силы. Что это за действующая сила, которая в нас? Это сила Святого Духа. Как эта сила Святого Духа будет действовать? Через слышание Слова Божия. То есть нам нужно позволить Богу действовать через нас. То есть нужно слушать Слово Божие. Нужно слушать Слова Благодати и Истины. Аллилуйя. Сам себе проповедуй, сам себе говори, Аллилуйя. Сам себе говори Истину. Напоминай себе об этой Истине. Потому что мало одного раза в неделю ходить в Церковь, чтобы там проповедник тебе проповедовал. Еще неизвестно, что он тебе там будет проповедовать истину или нет. Вот. Мы должны молиться, да, чтобы проповедовалась истина из уст. Не может из наших уст выходить сладкая горькая вода. Важна только сладкая выходить. Вот. Мы должны говорить истину друг другу. Потому что мы члены друг друга. Не говорите лжи друг другу. Отвергните ложь, написано. Ложь она убивает. Ложь она убивает. Истина она оживляет нас. Истина она нас оживотворяет. Истина нас делает свободными. Истина нас исцеляет. Истина нас омолаживает. Истина она делает непленными нас. Аминь. Христосом был непленным. И мы сами непленные. Мы в нем. Аллилуйя. Иисус сказал. Слышащий Слово Мое и верующий в пославших Меня, имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Истина, истина. Говорю вам. Кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Аллилуйя. Каким образом мы можем соблюдать Слово Его? Слушать Слово Божье. Как ты еще можешь соблюдать Его Слово? То есть следить за этим Словом Божиим нам. Постоянно не своди перед голубовским крестом. Всегда помни, знай, что ты имеешь во Христе Иисусе. Кто ты во Христе Иисусе? Какие обетования тебе дарованы в Нем во Христе Иисусе? Аллилуйя. Этим нужно пользоваться. Это нужно провозглашать. Этим нужно мечом Духа, да, Слово Божьего, нужно убивать нечестивого. То есть всякую ложь аннулируется. А всякая ложь аннулируется, когда мы слушаем Слово Божье. Дух Святой на нас ходит. Сила Божья начинает нас действовать. И таким образом Бог делает в нас больше, несравненно больше того, о чем мы просим или о чем помышляем. Вы же хотите быть успешными, да, во Христе? Хотим мы здесь и земной жизни тоже. Мы хотим, чтобы воля Божья исполнилась и на земле, как на небесах. Аминь. Так оно и должно быть. Давайте сами споем. Предрассудки. Это, по-моему, душевная такая есть. Может быть, и духовная. Наполовину духовная, наполовину душевная. Наполовину телесная. Короче, это касается нашего Духа, Души и Тела. Кстати, это касается нашего Духа, Духа. Тебе душа скатает, Тебе, наверное, не за все. Теперь маню я, Бога Вещанна, Слышайте, ты мою наде. Если бы тебя не перестал, Ты был милый человек, Но, может, можно в родном пуще. Желаешь, ты мне тебе помог, Ты мне проповеден, Тебя спущает, моя Бог. Теперь маню я, Бога Вещанна, Как ты припоел наде. Если бы тебя не перестал, Ты был милый человек, Замимок труда при траткуха, Ухим, хорить, убудь, сорвя, Мы, милый человек, И не за все, что у меня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Айу!